здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вы наконец-то дождались разбора семьи тепляковых которому я долго не приступала потому что ну честно сказать я но в очередной раз думала что может быть вы просто завидуете этой семье что они воспитывают семерых маленьких гениев до что он алиса поступила в 9 лет в мгу да и ну просто ребята действительно очень успешные да и такая замечательная семейка общества и в общем-то они же не маргиналы какие-то до чтобы их осуждать поэтому я долго не приступала к этому разбору и вообще к просмотру этого видео но когда начала смотреть я поняла почему откуда ноги растут в очередной раз убедилась в том насколько вы правильно интуитивно считываете какие-то моменты несоответствия и сейчас мы с вами разберемся во многих из них ну что приступаем значит первый фрагмент я сразу включаю не будем затягивать мою вступительную речь зачем это делать и как вам хорошо но вы это и сразу мы видим по тону алисы несмотря на то что мы ее пока не видим мы видим ой слышим что она говорит очень неуверенно это по поводу обучения в мгу она поступила на вот на обучение да и и сейчас вот реакция на то что она с чем она столкнулась да мы видим что очень много неуверенности в ее речи вы ожидали ли чет другом не знаю я видите какая большая пауза она не смотрит на собеседника у нее отстраненный взгляд отклоняется но это в общем то можно объяснить тем что ребенок просто испугался да сначала я даже тоже подумала что это из-за испуга да она просто не привыкла себя показывать на публике и для нее это непривычная среда как для любого ребенка это очень большой стресс и поэтому конечно же вот эти вот реакции можно даже не учитывать сейчас потому что дальше мы будем уже более глубоко изучать все реакции в разных ее состояниях и там мы сделаем выводы здесь пока просто такой небольшой небольшая зарисовочка перед тем как уже приступить непосредственно к серьезному разбору да но тем не менее мы видим что здесь у нас много неуверенности много таких вот вещей которые но ей не очень комфортно я вообще пока не очень представляла что буду туда ходить потом а потом начались лекции да мы видим что она выпрямилась на слове начались лекции как-то так и это наверное и оттолкнула локтем мы знаем что локтем человек отталкивает те ситуации или то то о чем он говорит то что ему не нравится да и в данном случае ей очень не нравится то что ей пришлось ходить на лекции она как-то себе представляла это по-другому но естественно всю школу она прошла у себя дома в комфортной среде а здесь приходится ходить на лекции ну добро пожаловать во взрослую жизнь можно сказать в данном случае алисе но она пока ребенок ребят поэтому к ней очень строго не будем относиться здесь есть у нас объект для нашего отношения идем дальше не представляла но лекции интересный и вот пик между ног еще тоже интересный такой жест который ну я надеюсь вы заметили пик вообще он о многом говорит куда он направлен такое у человека эмоциональное состояние то туда он направляет свою энергию туда он готов направить вот все что в нем вот заложено да и что он чем он может оперировать ведь энергия это наша жизнь и вот ту энергию которой он располагает куда он направляет если он в приподнятом настроении он направляет ее вверх если он хочет достигать просто рабочее состояние он направляет вперед а если он старается пересидеть и спрятаться что называется сказать я в домике то он вот как раз именно спрячет между ног или опустит вниз но это такая выжидательная можно сказать позиции то есть я свою энергию приберегу я найду потом куда ее потратить но это как денежки в кошелечке при приберегу а потом куда-то потрачу ну да а чем вызвано видите вот это ну да ну да тут не судим очень строго потому что перед нами ребенок и естественно что реакции пока ну детские выбор именно факультета психологии у меня папа психолог а вот здесь уже ответ без такой задержки без вопросительных интонаций прям четко сформулированная позиция дабы мнение она четко понимает что да папа авторитет поэтому чтобы понравится лишний раз папе я выбрала даже не я выбрала там он дальше все скажет за нее просто ну мы выбрали вот эту специальность поэтому а потом наверное пойду в аспирантуру и и что там следующий аспирантура да а после аспирантуры я не запомнила какой у них порядок совсем вы сможете проконсультировать да если я буду видите она впадает сейчас в еще больше стресс если до этого были признаки стресса это понятно она попала в студию в студии вообще очень необычно и не знаете как будто ты попадаешь в зазеркалье в какое-то да это понятно для ребенка дальше страх ее усиливается она начинает гладить себя дергаться это как раз жесты манипуляторы но жесты манипуляторы это жесты которые призваны успокоить нашу нервную систему и в данном случае она пытается сначала успокоиться смотрит вниз ищет ответа в ощущениях да сжимает губы и качается вперед-назад делает паузу то есть вот все признаки стресса как раз говорят о том что она ну ее страх усиливается прилежно заниматься и учить психологию что дальше видите пошли вот с речью у нее какие-то проблемы и вы знаете ну вот это и кота или но ей вообще довольно сложно разговаривать там мы дальше уже в конце по формуле души я вам покажу по какой причине вот эти сложности они часто проявляются у людей именно с этим показателем формуле души но здесь в данном случае получается что человек очень сильно нервничает да все больше и больше нервозность нарастает вы знать все секреты то есть отвечает общими фразами заученными фразами ничего из того что она ну вот прочувствовала что она понимает здесь нет здесь есть фразы которые вложил в нее папа но так как папа у нас в семье лидер поэтому здесь делим это все насколько угодно это не слова этого ребенка да это не зрелый выбор это ну то есть сейчас мы видим что мотивации на то чтобы идти учиться на психолога у нее просто ноль да ну единственное что это авторитет папы толкает ее на этот шаг просто прилежно учиться и все само решится это же позиция ребенка да я буду послушной девочкой да и тогда папа меня похвалит ну и соответственно все вопросы в жизни решаться то есть ребенок который без привычного окружения то есть семьи которая сейчас за кулисами да вот и ну она слышит их звуки и на них реагируют более живо то есть она теряется в студии до перед нами ребенок который не может брать на себя ответственность и все таки вуз это большая взрослая ответственность да это уже большой шаг для любого человека значит реагирует она на звуки родных в студии очень неуверенно себя ведет делаем такие выводы дальше следующий фрагмент давайте смотреть а тебе нравится ходить в университет вместе со студентами которые старше тебя лиц интересно стоит отметить что даже эксперты в общем-то волнуются даст находясь в студии видите вот начал говорить и отсел это вообще в студии когда находишься то это безусловно накладывает большую напряженность на любого человека на взрослого а тем более на ребенка поэтому все ее реакции то что она вот этом и кать начинает еще что-то это ну конечно же имейте ввиду что это отчасти из-за того что она находится сейчас вот в такой среде давайте давайте остановимся и вот здесь вмешивается папа так давайте смотреть она не знает что ответить в данном случае да ну естественно вопрос задается как взрослому человеку взрослый человек нашел бы что ответить но перед нами ребенок понимаете она не знает что ответить поэтому идет печаль нахмурилась нижнюю губу немножко втягивает когда она стрессует у нее еще одна реакция ну немного разных реакций ну вот это одна одна из реакций на стресс да видите вот ее лицо и здесь конечно же папа можно сказать дал ей поддержку она опускает глаза то есть она не знает что не знает как себя вести в данной ситуации даже на самом деле алиса сейчас оказалась стрессовой ситуации тестировали и вот здесь вот папа взял на себя ответственность и пересел с одного дивана на другой но и здесь конечно же можно сказать почему он это сделал да в первую очередь будем все-таки думать будем надеяться что вот по первой причине до чтобы поддержать свою дочь но тут напрашивается еще две причины дело в том что он видит что ситуация уплывает из его контроля да и ему нужно ее опять взять в свои руки и соответственно он просто берет и пересаживается ближе к своей дочери как к объекту ну изучение или главной героини да но и опять таки еще одна причина которую тоже нельзя сбрасывать со счетов он ему надоело сидеть на вторых ролях на скамейке запасных так называемых он берет руководство на себя и выходит на сцену это он главный герой это вокруг него все должны ему задавать вопросы и в общем то ну вот выбирайте любую причину но а может быть все три причины да ну вот здесь вот в данном его поступки мы можем видеть вот три причины да выбирайте какая вам больше нравится я иду дальше а зачем и смотрите вот на его ну вот попытку ее обнять или как-то посадить ближе или ну вот я так и не поняла что он хотел с ней сделать от нее такая бурная реакция да и она выкрикивает ты меня сейчас бил здесь знаете вот я бы не стала делать таких долгоиграющих скажем таких прям радикальных выводов потому что возможно что какой-то инцидент произошел только что почему я так думаю дело в том что сейчас в ней сидит какая-то обида как это понять дело в том что она выставляет губы вперед она напрягает подбородок и выставляет губы вперед на губы вперед идут когда человек по ситуации но можно сказать немножечко наглеет вот когда ребенка ребенок которого действительно били и он просто сильно подавлен он не будет выставлять губу вперед он будет ну вот во первых он опустит челюсть во вторых он будет это говорить в себя да и вряд ли он это скажет вот так вот прям открыто здесь но такая знаете маленькая месть с ее стороны возможно там какая-то у них произошла недомолвка да вполне вероятно что он как-то на нее надавил но вот такие прям серьезные выводы я здесь делать не буду дал именно по ее поведению возможно ну вот это это реакция на стресс ее стороны поэтому вот здесь вот я бы не хотела усугублять ту картину которую я усугублю чуть позже потому что ну как бы не хотелось бы мне думать что там прям насилие процветает хотя эмоциональное насилие да в этой семье присутствует и очень сильно но вот что касается физического я думаю что вряд ли потому что если бы ребенок был забитым и ну если бы он привык к побоям то она бы по-другому реагировала на его какие-то вещи но с другой стороны да безусловно вот какое-то давление физическое тоже присутствует но не не в виде побоев а в виде каких-то вот мы дальше к этому подойдем в виде каких-то жестов которые ей ну в ней вызывают отвращение мы эти эмоции увидим дальше но вот в данном случае то что она говорит ты меня бил я бы все-таки немножечко делила на двое потому что ну думаю что там было что-то но не такое прям страшное а но и давайте наблюдать дальше за реакциями всех сторон мы сможем продолжить дальше вот смотрите ее реакция улыбка больше ртом это говорит о том что она послушная девочка да а дальше смотрите вот опускает челюсть печаль испуг и гнев вот почему я сделала вывод что тут все-таки не на постоянной основе происходит какое-то не знаю давление на нее именно физическое а вот сейчас видимо он ну ее отец виду того что она большая ответственность ему надо показать лицо а для него лицо это очень важно мы об этом еще поговорим возможно что он вот буквально в краткострочной перспективе вернее буквально недавно как-то ее обидел как-то на нее надавил и вот за это она на него обижается вот думаю что в этом причина видите вот выставляет губы и челюсть вперед то есть это для нее такой знаете такая маленькая женская месть он он как-то нет не так себя повел и здесь она вот так вот выкручивается и кстати для нее это тоже свойственно я посмотрела же не только формулу души но еще и по нумерологии я вам покажу почему я все-таки думаю что здесь небольшая такая женская манипуляция перед нами манипулятор мелкий манипулятор все-таки при том что она ребенок при том что она ну казалось бы в данной ситуации она в какой-то степени даже жертва но все равно растет мелкий манипулятор вот это вот это сто процентов ада мы значит идем дальше вот видите и смотрите папина реакция тоже вот у нее идет отвращение вот какой-то жест ее может быть тоже как разозлил возможно от какого-то жеста она испытывает отвращение потому что вот эмоции отвращения я думаю что вы знаете что это такое и ну вот что что-то он сделал не так да и вот на это получил обратную связь но смотрите его реакция какая интересная а смотрите он улыбается все так же как и улыбался да то есть застывшая эмоция говорит о том что он находится в стрессе но ему надо держать лицо и пошел вместо того чтобы решить с ребенком этот вопрос до остановить в конце концов запись на ее мои тоже ребенок он понимает что если он начнет с ней решать она пошла уже прям вот в упрямство вот это напряжение подбородка он тот же знает свою дочь да он понимает что если он дальше будет с ней возиться то будет только хуже соответственно он и для него в приоритете да сейчас он вышел на публику он вышел на сцену в приоритете создать хорошее впечатление поэтому он игнорирует ее выпад и дальше улыбается на публику наклоняется к публике давай дает дает нам всем понять что мы для него в приоритете но это это хорошо да для нас по крайней мере отсаживается что говорит о том что ему очень неловко но все равно вот вот заинтересованность в публике просто цветет всем цветом да вот все он сел на своего конька и дальше ему слова да ну в общем то много много всего он говорил довольно интересного и так далее она меня насторожила очень сильно реакция которая ну вот и вообще вот это вот этот жест ну я думаю вы догадываетесь если вы смотрели эту передачу да то я думаю что вы понимаете о чем идет речь давайте посмотрим ты права абсолютно тиражи были от тысячи до трех тысяч максимальный тираж у пушкина 3000 руслана людмила да но как это изменилось видите он и гладит по затылку как какую-то натренированную собачку да и у нее да у нее все признаки стресса я думаю что это все-таки от съемок от того что она находится в студии но я не буду сейчас пересказывать все что говорила до этого но тем не менее вот этот жест да вот меня немножко как-то настораживает и кроме того в ней он вызывает тоже отвращение времени за лет назад даже в институты идут самые плохие 1 процент от тех кто ходит видите вот у нее вот это просто проскочила эмоция но но отстань от меня уже вот знаете вот как мне это надоело то есть в ней это вызывает отвращение в ней это вызывает какое-то отторжение но он по привычке по привычке как вот он натренировал собачку свою вот так он твой он и продолжает с ней себя вести куда-то начальная школа я прошу прощения за такое сравнение просто напрашивается я ни в коем случае не хотела бы как-то унижать ребенка но но в данном случае вот просто как-то для меня это немножечко диковато но давайте смотреть который сейчас ценится как первый-вторый класс ходили в общем меньше половины точно не помню потом к власти приходят большевики и и ставьте видите волнение нарастает она икает все больше при цели всеобщее обучение то есть вот этот жест которым папа думает что он ее успокаивает он наоборот ее раздражает когда потом достигается и сейчас более этому в россии практически все дети старше 10 лет умеют читать да ну то есть вот он какую-то систему жестов разработал до думает что они эти жесты простите работают но все-таки не совсем они так работает как он хочет но получается что вот это вот ее поведение говорит о том что перед нами ребенок но который лишен во многом каких-то какой-то части жизни да и абсолютно не за мотивированный на то чтобы идти продвигаться по этой теме просвещения да ей в общем то это и не надо а кому это надо да вот кому это надо было что она вот сейчас оказалась в этой студии куда она вот она лично она не стремилась но все-таки ну если вы в теме да вы понимаете что надо это папе именно папа словил здесь звездный час и в общем-то руководит всем процессом ну давайте смотреть вот по поводу папы давайте разбираться что что это за фрукт такой да и что он вообще что мы можем понять из сегодняшнего разбора вот почему все именно так сложилось и почему эта передача посвящена им почему ребенок поступил в мгу и так далее а и так значит некоторые вопросы в папе вызывали много реакции ну может быть даже часто он скрывал реакции но тем не менее вот я вычленила некоторые моменты которые считаю что очень важно вам показать сейчас первое первый вопрос который меня насторожил и я копнула дальше а давайте смотреть сможет ли она найти себе друзей среди выпускников нормальных школ и те кто поступил с ней вместе нет ни этой не нужно как она находится то есть папа решил что ей это и не нужно без друзей среди ровесников то что она дала мишель на пример видите как он как он говорит он знаете вот здесь вот он очень напоминает какого-то сектанта и вообще и по внешнему виду он как бы не от мира сего до показывает нам всем что он немножечко другой он из другого теста сделан да он не мерзнет он ходит в шортах он отращивает бороду он такой весь ну не такой как все не 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 такой как те люди которые каждый день ходят на работу до от работают это от понедельника до пятницы потом выходные отрываются да и дальше работают он другой он он просветленный да вот этот просветленный взгляд и при этом смотрите расширяются глаза то есть это но вообще это когда глаза расширяются это удивление или страх ну в данном случае конечно же он настолько воодушевлен тем что он говорит у него прям даже вот это вот реакция идет челюсть вверх улыбка то есть я вам все расскажу я я знаю самую секретную тайну мира да и я вам ее сейчас поведаю говорит его внешне его лицо да и здесь очень хорошо на подмогу подоспела алиса подтвердила его точку зрения да вот он отклоняется говорит как же вы не понимаете да и тут алиса говорит о своих друзьях которые и 11 лет коле ему дети он даже в июле родился да и алиса убирает руку то есть ей это не нравится ей не нравятся эти методы воспитания которые папа считает что он ее так успокаивает что он ее так хвалит но в общем то она скоро ему даст это понять сейчас просто мы наблюдаем да вот примерно так видите и такое счастье видите наклон вперед то есть он доказал доказал свою теорию доказал свою теорему он доказал что друзья не нужны да вот вот и есть определенный круг людей с которыми алиса общается и она счастлива вот его картина мира которую он в общем то и внушает всем и ну что это хорошо да хорошо и замечательно что он в это верит он он старается в это верить и старается чтобы поверили мы все в то что ребенок счастлив дальше но давайте тогда посмотрим откуда вот это вот неприятие ну вот вот это нежелание иметь каких-то друзей до случайных друзей вот тут скорее вот это подойдет до определения потому что те друзья которые которых одобрил папа она с ними дружит да и они его вроде бы подошли но откуда у него вот это вот отношение что надо не надо да друзья давайте смотреть что такое детство вот идеально я не существует детство понятия детства как говорил тот же самый видите и здесь пошли сплошные манипуляции когда в одном из интервью у папы спросили о его детстве вот конкретно о его детстве да и вообще о понятии детства пошли всякие разные манипуляции но первая манипуляция это высказывание классика до авторитета какого-то процитировать и вроде как за умного сошел но как бы поддерживаешь мнение очень умного человека соответственно ты тоже очень умный вот манипуляции конечно же у папы у нашего очень много он знаете как фокусник достает из своего рукава разные фокусы и нам демонстрирует и вот это один из фокусов процитировать классика он действительно очень начитан он действительно хорошо подкован интеллектуально и соответственно может в любом разговоре перевести разговор вот в то русло в которой ему хочется да и увести от того места в котором копаться совершенно не хочется и в данном случае он утверждает что детство не существует вот это вот меня конечно очень сильно насторожило да то есть получается что все семеро детей которых он воспитывает для них детство вообще не нужно он считает так и соответственно и друзей не нужно ну то есть вот вот это вот то что мы копнули про друзей получается что корни глубже детства не существует нефиг вам вообще быть в детстве потом почему а вот почему давайте дальше для всеми носки культура специфична в рамках одной и той же пуль кстати говорит и потирает руки это вот активизация энергии до туры совершенно разное детство представители разных социальных дальше следующая манипуляция обобщение кстати вот под видео у меня есть курс манипуляция вы можете приобрести там вот эти вот все манипуляции разложены по полочкам да вот обобщение это уход от больной темы там дальше еще будут он он просто блестяще владеет методами манипуляций и переводы жонглирует ими пластов классов вы свое детство вспоминаете как-то анализируйте было у вас детство каким оно было хорошим плохим блин и вот оно самое больное место нашего папы если есть у всех видите не знаю говорит когда его конкретно спрашивают про детство он говорит я не знаю да то есть получается что человек когда человек не знает своего детства когда в детстве происходили такие страшные события что он просто это забывает наша память способна забыть то что нас травмирует и в данном случае идет вот как раз вот эта ситуация да вот это и и присутствует смотрите как он напрягся он ухватился в сиденье да вот схватился замер в одной позе да говорит и качает головой к плечу ну там я просто пропустила или будет сейчас то есть качнул к плечу мало эмоций обобщение вместо ответа на конкретный вопрос и вопросительная интонация то есть получается что вот этот вопрос заставил его поплыть вы понимаете как много там за как там все страшно вот где собака зарыта что называется вот откуда ноги растут вы понимаете у вас и на какими понятиями каким то видите как вы посмотрите это это взрослый человек он что из пробирки появился вот прям сразу взрослым стал нет у него действительно была какая-то травмирующая ситуация может быть ни одна и он ее просто не проработал и сейчас мы с вами видим человека который мнит себя просветленным мнит себя гуру хочет делать революцию образования в общем то его прицел вот на это именно туда умеетит не просто они там потихонечку прошли школьную программу нет ему нужна огласка ему нужно показать себя он для этого устраивает вот эти разборки в мгу или и все такое ему важно чтобы его увидели вот это самое главное и самое главное вот вот это вот откуда это его откуда вот это желание себя показать да именно оттуда что человек перед нами очень травмированный в детстве и дальше вот он расширил глаза отклонился продолжает упираться руками сжался дальше он смеется это как реакция на стресс и все это говорит о том что вот здесь вот спрятано то куда надо копать вот если среди вас есть психологи то вот она пожалуйста вам вот она реакция тела на непроработанные раны непроработанные боли человека вот они смысле вы о нем часто вспоминаете приятные воспоминания вас о детстве есть важно как у всех наверное видите как у всех и опять вопросительная интонация то есть обобщение пошло опять манипуляция продолжает сидеть в этой зажатой позе да он напряжен вот 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 оно где и журналист молодец вот журналисты они великолепные психологи вы знаете и ксения собчак и вот и в данном случае молодой человек не знаю кто это но великолепно давит туда куда надо вот прям браво 5 баллов журналисту за то что он продолжает задавать этот вопрос и тем кто хочет выяснить правду ваших каких-то отношениях если вам пытаются вешать лапшу на уши всякими разными манипуляциями во первых изучить все варианты манипуляции вот эти обобщения уходы в сторону и так далее забалтывание еще там сейчас будут и вот прям возвращать человека на ответ на вопрос в общем не знаю вспоминаю не вспоминаю понятиями опять смотрит вниз но вот видите то там еще мне показалось что еще и печаль присутствует и пошла реакция опять на стресс смех вот здесь прям зарыто такое вообще если это копнуть то это можно вообще диссертацию на этом написать потому что там там ну просто комок комок нервов понимаете и он его тщательно прячет тесно нет но просто поймите даже даже тот банальный момент что детство в семье в которой у вас нет братьев и сестер очень сильно отличается детство в которой мы например например старший ну вот он сейчас сел уже на своего объезженного конька и оживился да и мы видим что уже пошли более четкие фразы да уже это какая-то структурированная речь не нет никаких вопросительных этих утверждений да и как бы идет уже рассказывать да и он пошел философствовать вот то в чем он силен это философии до философ философ он блестящий или младший из трех в сша зарождаемость нет сейчас уже 1 на 9 и там кстати вот манипуляторы хорошо владеют еще и статистикой да вот высказываниями великих людей вы кстати если хотите манипулировать выучите несколько изречений великих людей выучите несколько вот таких вот статистических данных и можно сказать за умного легко можно сойти и опять вы видите как реакция тела нетерпеливо отклоняется сжимает кулаки все сильнее да ну что ж ты ко мне прилип как банный лист задаешь и задаешь один этот вопрос а здесь у меня больно я здесь не хочу говорить я лучше о системе образования порассуждаю детстве на такие вы не отвечаете про иудеев и мусульман психологом на вопросы которые вообще говоря изучать а вот она еще и забалтывание еще одно излюбленное увлечение манипуляторов вообще просто великолепно его надо прям брать и вот по нему курс делать по манипуляциям потому что манипулятор он просто блестяще я просмотрела несколько интервью он так великолепно перекручивает вообще все как ему удобно аются на которых специализируются и по которым есть огромное количество работ спецкурсов понимаете таки вот с этим не спорят да но это как раз и чем увлекались для листика это довольно большая такая область вот вы сможете такой прям вот бах и сказать что такое журналистика но конечно же увел увел попытался увести разговор на другую тему даты вы же журналист расскажите мне про это да ну то есть почему почему он так оберегает свое прошлое конечно же заглянуть в его детство мы не сможем но в его прошлое вполне даже интернет позволяет нам это сделать и вот я нашла на просторах интернета в каком 2006 году он когда был когда еще они не встретились до с натальей вот пожалуйста его высказывание его изречения которые ну вот которые я считаю что имеют очень большое значение в нашем сегодняшнем разборе и так значит вот четыре изречения нормальные девушки не стонут если порно фильмов не пересмотрелись и в борделе не работают вот что он высказывает и здесь конечно же если возвращаться к тому о чем мы сейчас говорим о его детстве то я думаю что там вот в этом что-то зарыто возможно он видел ну какие-то сцены до родителей или может быть не там какие-то сцены измены или еще что-то но это нанесло ему большую травму и вот это у него такой момент возможно наслушался чего-то я не знаю что у него там зарыто но вот такая установка во взрослом возрасте тем более это писать да тем более это обсуждать в таком ключе но как бы не очень камильфо да и вообще но как-то очень странно да тем более для психолога да как мы знаем он у нас с красным дипломом психолог еще там у него два высших образования что ли и вот такое писать как бы не очень надо я понимаю что он высказывает свое мнение но в каждом мнении как раз и заложена наша личность да и вот это мнение имейте в виду а дальше следующее высказывание просто меня вообще убила честно говоря а что тут показывать если женщина моя то и так всем понятно непонятливым можно из ноги въебать извините за мат но вот я прочитала то что вот я сейчас прочитала да это его высказывание то есть у него вот в понятиях агрессивное поведение как норма он хочет доминировать либо вы прислушиваетесь к моему мнению либо я буду на вас давить физически да то есть даже могу и рукоприкладство да безусловно но судя по тому как ведет себя наталья я думаю она старается все смягчать сглаживать и не показывать ему своего какого-то мнения своих каких-то ну там же наверняка у нее тоже есть какое-то мнение но она вот так вот смирилась со своей долей и стала его надежной соратницы да может быть она и поддерживает его в каких-то его взглядах может быть она как-то это но не знаю что у них происходит но на момент их встречи получается что у него были вот эти установки откуда они естественно из детства да вот еще одна боль которую он из детства вынес и вот так себя вел на момент когда выбирал себе жену да а дальше это вот вот этот вот человек с блаженными глазами да вот с внешностью гуру да идите за мной я просветленный видите вот как бы очень даже приземленный человек да с какими-то очень негативными установками а дальше следующее высказывание чистота как девушка это значит что она способна любить не влюбляться не прыгать не прыгать в постель а именно любить всем сердцем облагораживая и еще момент она не строит отношения просто потому что это вроде ничего а я все равно хотя это тоже про любовь видите получается что ну вот по этому высказыванию можно сделать вывод что он боится боится прошлого а своей будущей партнерши да он боится столкнуться с какими-то ее с каким-то ее опытом который для него очень болезненный и соответственно он старается вот люди с такой установкой всегда ищут девушек с какой-нибудь ну заниженные самооценкой почему потому что таких девушек легко поднять под себя и сделать из них таким ну таких какие какими хочется их видеть да соответственно вот его установка на поиск партнерши заключается в том чтобы партнерша была с заниженной самооценкой и еще один момент вот при всем при этом что с ноги и так далее идет еще идеализация будущей партнерши вообще есть вот я читаю вообще есть такая безумная мысль по поводу происходящего у меня что девушка должна быть чистой пускай себе с прошлым но все равно чисто чище меня в случае возникновения как глоток свежего воздуха как звезда а физиологию физиологию в чистом виде забирайте себе то есть получается что перед нами человек с одной стороны готовы и применять рукоприкладство с одной стороны получается что девушка должна быть вот прям вот никаких действий во время секса не должна предпринимать да но при этом она должна его вдохновлять то есть вот такие несовместимые какие-то хотя может и совместимые не знаю напишите мне может быть вы лучше в этом разберетесь и получается что самое главное вот по его высказываниям девушка должна смириться со всеми его бзиками со всеми его запросами а какая девушка на это согласится девушка у которой что-то произошло да и она согласна можно сказать на все но и здесь же мы тоже находим ее высказывания наталья тоже на момент встречи с ним это ее аккаунт это если захотите можете в интернете найти вот и вот эти все переписки очень интересно почитать я не все взяла но смотрите перед тем как встретиться со своим будущим мужем у нее произошла травма ну вот эмоциональная ну видимо ну что что-то пошло не так значит смотрите ее пост на который ей дают ответ когда женщина быстро сознательно уводит мужчину из семьи и после этого у них получается крепкая и дружная новая семья надолго желательно чтобы при этом женщина была старше его лет на 5 видите но это же не просто тогда она задает такой вопрос на что я отвечаю чувак не стоит она того она отвечает я не чувак я жена по паспорту то есть я так понимаю что от нее ушел молодой человек но и соответственно вот в данном случае что происходит после любого расставания когда там я не знаю она бросила ее бросили но получается что расставание произошло и у нас автоматически понижается самооценка у любого человека как бы он психологически не был зрел как бы что с ним ну вот как бы он не был проработан но все равно самооценка падает ну до нуля или до минусовой отметки да и здесь конечно же для нее было очень важно встретить кого-то кто ну вот совсем ее можно сказать эмоциональным внутренним миром примет и полюбит да и здесь она могла просто попасть ладно я сейчас пошла уже рассуждать но просто вот вы сами взвесьте да вот эти высказывания и поймите какое эмоциональное состояние было у обоих партнеров на момент встречи он со своими бзиками запросами да и она такая брошенная или броши бросившая ну то есть получается что ну не срослось у нее как раз самооценка на нуле как раз то что он ищет на значимость серьезных отношений для нее в данном случае естественно повысилась потому что ну естественно ей хочется оттаять сердце и у нее мощнейшая мотивация быть такой как надо не замечать недостатки партнера и вот получается что они друг друга нашли да и дальше уже он просто расцвел бур бур бурным цветом да здесь уже они сформировавшаяся семья вот мы мы с вами их видим она действительно его поддерживает а потому что куда и деваться да и ну соответственно делайте выводы понимаете да к чему я клоню а значит ну давайте вернемся все таки в наши дни и разберемся с ситуацией с дочерью до этой пары что же тут такое кто кто вообще как они пришли к этой профессии психолога да и и вообще что это такое как она выбрала общей психологии ну это логично потому что общая психология видите как он уверенно говорит это логично что разве были какие-то еще варианты 5 частности возрастную психологию мышление память внимание речь педагогическое в принципе тоже там же клиническая психология это другое клиническая психология как правило на факультет психологии мгу идут с тем чтобы разобраться собственными проблемами если идут на кафедру клинической психологии смотрите он так еще горделиво вскинул голову да то есть посмотрите у них у всех проблемы а мы такие просветленные у нас проблем нет как-то мы не за этим подойдем для того видите вот этот смех который мы с вами знает знаем как реакция на стресс и вообще конечно же он хорохорится да но его тело сейчас дает нам сигналы того что он сильно стрессует да вот когда он упомянул эту тему по поводу работы над собой он поняла его тело знает что ему так как раз работать над собой очень даже надо тело отклоняется он сейчас сводит колени туда во что мы с какими-то проблемами разбираться не нашим грамм видите вопрос но не она же выбирала и тут такая пауза видите вот я укрупнила испуг немножко челюстью ведет видите то есть получается что но да не она ну и что отчета вы такой вопрос задаете да вот видите какая реакция он прям испугался испугался этого вопроса нет но она тоже выбирала почему не она видите и плечами так но она тоже в общем-то сидела в комнате в момент когда я принял это решение да да смотрите как замедленной съемки и презрение в конце сейчас ну конечно же конечно же она тоже находилась в комнате по крайней мере когда я оглашал это решение да вот перед нами такой знаете домашний деспот явно который держит всех в ежовых рукавицах и знаете очень показушный очень много вот я поняла почему вы попросили его разобрать потому что вот эта фальшь она во всем абсолютно во всем ну ладно не буду сейчас много своего мнения высказывать потому что ей еще есть материалы по которым надо работать итак давайте смотреть вот по поводу выбора что говорит сама алиса как ваше настроение перед университетом есть ощущение что что-то изменится нет а ты ждешь этого лица это важно смотрите перед нами ребенок который просто узнаете есть куклы играть они приходится быть нянькой да вот в этой многодетной семье не приходится учиться ей приходится быть вот этой ширмой ширмой для папы вот папа такой амбициозный всех научу всех на всем покажу всем докажу вот это вот его прям вот самое главное в его вообще жизни это всем показать что он крут почему и что видите она даже не знает она не знает это это не ее решение ей это вообще не надо дайте ребенку поиграться спокойно ну чего ли сам чем ты решила психологом стать ну по крайней мере изучаете эту науку папа знает папа знает папа знает вот и все вот и весь ответ боже мой это вообще страшно она вот понимаете ребенок вообще никакой мотивации она не знает для чего для чего и таскаться по телевидению за для чего папа естественно все знает здесь небольшая папина реплика пакушки говорил о том что детство детство например понятие социально чего алиса это моя профессиональная область я рассказываю как она есть на самом деле видите ему важнее всего рассуждать показывать свой профессионализм свою важность а жизнь дочери это просто инструмент для того чтобы показать какой я крутой да вот эту крутизну он несет вот для ему не важно дочь дочь не дочь сейчас это вырастет другую тоже выставит также то есть получается что просто решает свои какие-то нереализованные действительно амбиции с помощью в данном случае алисы вот по поводу нереализованных амбиций давайте не кажется ли вы то что вы сами не реализовались жизни вы хотите чтобы именно 7 отличников реализовали и показали действительно на то что вы способны извините мы не реализовались смотрите как театрального вот он прям и просто конечно задели самое больное самое больное вот такая реакция будет только тогда когда вы заденете самое больное у человека вот это вот излишнее вот это приподнимание бровей да не приподнимание а поднимание просто взлет бровей до открывания глаз просто до невозможных размеров и это как раз то есть реакция на то что за деле самое больное и он он действительно очень гордится собой гордится но есть один маленький нюанс который я чуть позже скажу смотрите как много театральности и у нее слушайте но когда люди есть выражение муж и жена 1 сатана я при всех вот казалось бы изначально я думаю что изначально когда они входили в отношения она больше была жертвой но сейчас она очень ему под стать она просто вот знаете вот энергетикой они оба одной и той же наполнены и вот здесь вот так много спеси так много вот этого высокомерия да то есть вы все второе второй сорт да вот мы высшие люди мы должны показать что вы живете несовершенно только мы живем так как надо но и вот это вот все вот у них у них у обоих к сожалению но мы ничего не добились а много в россии тех кто до подождите подождите ну а чего мы не добились я закончил аспирантуру у меня два красных диплома мгу с 50 кстати вот по поводу диплома мгу я читала статью не стала выставлять здесь если хотите найдите что не нашли среди дипломов его работы почему-то поэтому не знаю насколько это все правда я закончил аспирантуру факультета психологии я закончил докторантуру академии наук кнр я исследовал биомаркеры рака наташа была начальником управления в банке она и сейчас начальник управления в банке она находится в отпуске я не знаю чего мы не добились у нее красный диплом 50 финансовой академии при правительстве рф магистратуры банковский менеджмент у нее мехмат мгу закончен то есть но если мы ничего не добились то кто тогда чего добился а наши результаты текущие в педагогике они тянут явно не на одну докторскую замечательно здесь я должна констатировать действительно заслуги есть но один маленький нюанс а сколько у нас людей с высшими образованиями сколько у нас людей с несколькими высшими образованиями но никого из них не приглашают в программу tick tock ни о ком из них так не разговаривают не не берут у них интервью вот так вот не приезжает съемочная группа то есть пока он был просто просто умный человек да с несколькими образованиями ну хорошо да так и об этом даже соседи не знали а сейчас он стал звездой и вот это вот как раз очень очень для него важно понимаете да он он может быть сначала он думал что таким образом он сможет получить все признание да но не осталось и дальше он нашел гениальное решение давайте посмотрим приматия единственный ребенок семья а она младший ребенок из двух ее родители всегда считали что детей должно быть двое не больше и между ними должно быть разница в семь лет тоже не меньше можно одного ребенка в принципе завести может быть этого тоже достаточно моей соответственно родители ничего не считали поскольку я был единственной Наверное, они считали, что можно и без детей вообще обойтись. Побольше ничего не считали, поскольку я был единственным. Наверное, они считали, что можно и без детей вообще обойтись. По большому счету. Вот видите, вот эти вот реакции тела говорят о том, что он очень неприязненно относится к своим родителям. Опять вот этот вот отголосочек из его детства. Я не знаю, что там зарыто, но там явно зарыта очень серьезная проблема, которую надо раскапывать. И которую его тело само хочет, чтобы раскопали. Раскопали, понимаете? Но, естественно, какие там раскопки, ребят? Он же звезда, он же сейчас рушит систему образования, он же сейчас делает революцию. Он занят другим, зачем ему копаться в себе? Он просветленный, все, успокойтесь все. Никакой стратегии или идеи того, что у нас будет много детей, у нас, конечно, никогда не было. Но потом оказалось, что это очень здорово, что дети это замечательно, что дети это, в общем-то, смысл жизни. Потому что, вот опять же, возвращаясь к вопросу демографии, а кто, если не мы? То есть, если уже даже наши дети не нравятся государству и людям, то чьи тогда дети нравятся? Нет, вот эти слова, конечно, спорить не буду. Действительно, очень хорошо, что не какие-то они маргиналы там или еще что-то, да, не алкоголики, они действительно интеллигентные люди, и дай бог, чтобы у них вот детки классные, все ухоженные, все хорошо. Но вот единственное, что не тащите вы это все на телевидении, не показывайте всем свою крутизну, не ломайте жизнь ребенку вот ради своих амбиций. А здесь вот прям четко ради амбиций. Кроме того, тут еще много было таких моментов, но уже мы занимаемся почти час, а у меня еще формула души и нумерология. Поэтому, если вам охота, чтобы я продолжила этот разбор, а по поводу него там у меня много чего. Вот знаете, несколько интервью посмотрела, и там есть что еще говорить о его каких-то зажимах и всем остальном. Ну, вы знаете, что делать. Ставить палец вверх, подписываться на канал, делиться этим видео со своими знакомыми, и будет нам счастье. Если будет хорошая активность с вашей стороны, я сделаю продолжение. И вообще, если хотите продолжение, пишите это в комментариях. Если не хотите продолжение, просто лайк и напишите «не хочу продолжение». И я посчитаю все голоса и сделаю так, как вы скажете. Адам, теперь что касается Алисы. Да, благодарю всех, кто на физиогномике поучаствовал. Сейчас я буквально пару слов скажу о нумерологии, формуле души. Действительно ли ребенок гениальный, или это все результаты действий родителей, действительно очень хорошие действия, молодцы, что занимаются как минимум со своими детьми. Это очень здорово. И за это им нужно отдать должное. Вот это вот прям просто умнички. Но то, что они еще кроме знаний вкладывают вот эти непонятные амбиции в детей, они даже не в них вкладывают, а свои амбиции реализовывают через детей. Вот это, конечно, очень страшно, потому что действительно ломают жизнь своим детям. Да, так вот, что касается Алисы. Я посмотрела ее нумерологию. И что я здесь вижу? Вот по поводу ее манипуляции. Вот это ее тяга к манипуляциям. Вот, пожалуйста, нам шестерочка. Человек, который очень домашний, очень добрый. Она вот как раз через эту доброту, может быть, как раз и достучался до нее папа. Она хочет быть хорошей, хочет быть послушной. Вот это домашняя девочка. Двоечка. Это контактность. Шестерочка – это что же контактность? Это умение договариваться. Но тяга к свободе, необыкновенная свобода, любивый человечек. Но, смотрите, вот эта вот тяга к свободе, мы все видим, что она очень сильно ограничена. Да, вот в числе личности, когда вот эта цифра 5, кармическая 14, это ограничение свободы. Вот пока она будет с этой фамилией, она будет очень сильно ограничена. Вот пока будет под лапой папы, да, что называется. Ну, вот такая вот ситуация. Каких-то гениальных сверхспособностей в ней я не вижу. Я вижу огромную трудоспособность, да, и самостоятельность. Ну, естественно, она старшая в многодетной семье, на нее такой груз ответственности возложен. И, конечно же, она не свободна. Я вот по этим, по нумерологии, я вижу, что перед нами человек, ну вот, к сожалению, вовсе не гениальный. Просто вот так вот сложилось, да. Кстати, если хотите, вот то же самое по себе, под этим видео курс совместимость за 990 рублей. Если хотите разобраться в формуле души, вот сейчас мы формулу души тоже посмотрим. Пожалуйста, тоже под видео есть ссылочка, тоже 990 рублей. Значит, теперь, что мы видим по формуле души? Мы видим, что проблем, конечно же, у девчонки тоже очень много. И самое сложное, я не знаю, как ее смогли сфокусировать на одном обучении, да, но, смотрите, тут по большому счету 6 центров. 6, то есть получается, что человек, ой, не 6, 5, простите, 5 центров, человек очень расфокусирован, ему очень сложно собраться. И вот здесь, конечно же, надо отдать должное родителям, что они смогли ее собрать, да, смогли ее заинтересовать обучением. Это прям классно, это молодцы, потому что вот с такими показателями ребенок очень неусидчивый. Дальше, что здесь еще, значит, 29 баллов всего. Энергии у девочки недостаточно, и мы видим, что вот эти круги под глазами, это как раз от переутомляемости. Ей действительно очень сложно. И все трансурановые планеты у нее ретроградные. То есть она, да, безусловно, она могла бы сделать революцию, но революция, которую она, ну, точнее, ее папа задумал, она идет не туда. Вот не туда, это тот, как, тот мессия, который не туда выведет, понимаете, тот просветленный, да. Ну, мы видим по папе, что вот он ведет не туда. И смотрите, вот здесь вот, конечно же, психология, но психология, в которой ей надо работать, ей надо учиться. Ей действительно пойти бы на психолога, но уже в более зрелом возрасте, и обучиться этому для того, чтобы проработать свои какие-то сложности. Потому что у ребенка действительно много сложностей, вот именно по трансурановым планетам. Это именно вот глубокие какие-то слои подсознания. И самое неприятное, что, ну, вот мне показалось, это Меркурий. Смотрите, как он неудачно стоит. Он стоит, получается, собирает энергию всех планет, и вот здесь вот трансформирует ее во что-то не то. Меркурий — это действительно обучение. Это получается, что, ну, да, она учится. Вот почему у нее проблемы с речью? Это как раз ретроградный Меркурий. И получается, что вот через вот это неумение, как, высказаться, может быть, желание как-то, может быть, удобной быть, чтобы не высказываться лишний раз, да, вот это вот все ей получается, что просто мешает, мешает очень сильно, мешает, стопорит всю энергию, и эта энергия дальше движется уже преображенная в плохом смысле. Понимаете, вот эта вот сложность. И дальше что еще? Ну, то есть вот это дает заикание, задержку речи, предательство друзей. Ну, кстати, это не проблема, если бы там гениальность какая-то была. Например, Эйнштейн вообще до пяти лет, по-моему, не говорил, да, поправьте меня, если я не права, но он тоже долго не говорил, а потом как заговорил, так уж заговорил, да. А дальше по поводу, ну так, забегая немножко вперед, какого же она себе выберет мужа? Да такого же, как ее папа. Видите, Сатурн, то есть это диктатура, это, ну, может быть, он будет старше. Ну, вот здесь, правда, Марс, активность, да, получается, что, ну, уже закладывается в ней вот этот характер, который будет потом при выборе партнера по жизни. Дальше, так, 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 узел, узел, то есть предназначение ее находится в Стрельце. Ей действительно нужно стать примером, но это во второй половине жизни, потому что ретро-узел, то есть понимание, в чем она может стать примером, только придет, когда она станет сама зрелым человеком, когда она станет взрослой личностью, когда она набьет какие-то шишки, когда она уже, ну, начнет что-то понимать, а сейчас какое, например, да, да, у нее есть это предназначение, и действительно она может стать хорошим учителем и так далее, но, но не сейчас, не сейчас. И сейчас ей надо в первую очередь заниматься Меркурием, потому что, смотрите, вот если северный узел здесь находится, то как раз в Меркурии находится южный узел, как раз вот в Близнецах, и вот этот Меркурий ей надо прорабатывать, ей надо учиться, да, то, что она учится, это очень хорошо, но не надо становиться вот прям таким, знаете, мессией и просветленной, но папе же хочется ее показать всем, ну, естественно, это гордость, да, это его успех, и он ее показывает, но это, он тем самым ломает жизнь своему ребенку, да, ну, вот такая вот у меня на сегодня информация, если хотите продолжение, то я с удовольствием его сниму, потому что по нашему папе там еще очень много чего можно говорить, но, как вы видите, уже больше часа мы занимаемся, я вас всех очень люблю, желаю вам процветания, любви, благополучия, и побольше, побольше ставить мне лайков, шучу, конечно, да, не, я вас и так люблю, можете лайки, дизлайки, можете вообще ничего не ставить, но в любом случае я вас обожаю, и вы ничего с этим не можете поделать, вот такая вот я сегодня любвеобильная, все, прощаюсь с вами, до новых встреч, пока-пока!